Друзья, всем привет! В сегодняшнем видеоролике говорим о последних обновлениях HyperOS, которые выходят на определенные смартфоны Xiaomi. Что интересного в этом обновлении, что вообще стоит ожидать, да и вообще стоит его устанавливать, вы узнаете в этом видео. Поэтому присаживайтесь поудобнее и мы с вами начинаем. Когда я решил проверить, что там по поводу новых обновлений, мне тут поприходило очень интересные такие новости. Что во-первых, мне пришла прошивка 1070 под международный индекс, весила в принципе почти 600 мегабайт. А что касается у нас изменений, которые могут нас с вами ожидать, конечно же для этого нам необходимо проследовать в настройке. У нас аппарат Poco App 6 и тут что мы с вами можем в списке изменений найти. Да, кстати, вот такая интересная штука получается, что вроде бы как изначально там показано было целый такой список, но по факту мы получаем лишь только по системе обновления системы безопасности от августа 2024 года. Получается еще кроме всей этой системы, там были исправления логики открытия редактора на экране блокировки, потом фиксы шторки и строки состояния, ну и тому подобное. Кто-то может говорить, что это у нас HyperOS 1.5, но это совершенно не так. Еще раз, на глобалке 1.5 не существует, и потому не стоит как бы верить всему тому, что говорят в сети интернет, ну и в частности, как об этом говорят некоторые авторы. Данная прошивка у нас является лишь такой как заплаточной, и прям в целом чего-то кардинального она нам с вами нести не будет. Я лично надеялся, что нам хотя бы добавят какие-то новые фишки, вот в частности, как это было на примере Xiaomi 14, что там добавили ультразум в настройках камеры. Но, увы, тут нам даже и этого не добавляют. Я думаю, что Poco F6, вот поскольку вышел в этом году, его вот как бы хайпанули, пробустили, вот показали там определенные фишки, о которых я вам рассказывал, и которые находятся у нас в расширенных настройках, а именно это активное визуальное восприятие. То есть, они эту всю историю дали, показали, что вот, покупаете новое устройство, ну и в принципе-то и все. Больше они в новых HyperOS ничего такого сверхнового и кардинального не добавляют. Единственное, что вы можете новые фишки открыть с помощью обновления приложения безопасности, там вы получите что пониженное, что максимальную там скорость зарядки, ну и на этом-то и все. Но единственное, что меня лично радует в этих всех обновлениях, что разработчики наконец-то встроили в саму систему обновленный Poco Launcher, который очень и очень плохо обновляется. Пользователи, в принципе, смартфонов Poco об этом знают. Но вот я лично считаю, что версия 8144 от 31 мая, или же от 30 мая, если быть точнее, является самой оптимальной и сбалансированной для этого устройства. Ну именно для PocoFone. Потому что многие ставили эту версию на другие аппараты, и действительно пользователи были этому очень довольны. Я лично, когда поиспользовал это устройство с новой прошивкой, не заметил чего-либо такого сверхфатального, чтобы где-то там что-то зависало, подвлагивало, ну и тому подобное. То есть я считаю, что вот сейчас и на сегодняшний день компания Xiaomi старается выпускать очень осторожное обновление в качестве заплаток. Чтобы были актуальные патчи безопасности, ну и чтобы Google к ним не имел никаких претензий. По всему же остальному и по всем настройкам, честно говоря, я не могу ничего такого отметить, чтобы, ну, вас реально бы заинтересовало. Опять же, возможно еще сделать акцент на том, что вот как они писали в списке изменений, что новая логика активации редактора на экране блокировки. То есть нужно выполнять определенное долгое удержание, чтобы как бы-то нам этот редактор вылез. Это фишка не новая, понятное дело, но они об этом написали. И опять же, там имелось в виду не то, что они это добавили, а то, что они именно улучшили логику нажатия. То есть мы как-то могли там случайно на экране блокировки нажать это все, и редактор сразу вылезал. Сейчас же, пока мы не сделаем там определенное удержание на несколько секунд, то, соответственно, у нас сам этот весь редактор не вылезет. Да, конечно, обидно, что у покофонов нет той же анимации на рабочем столе, то есть все как-то очень туповато. Но, опять же, рут права, разблокировка, там, ТВРП или Orange Fox, вы накатываете системную оболочку от смартфонов Xiaomi и радуетесь жизни. Такое возможно, и даже о таком я на канале выпускал отдельное видео. Если же подвести некий такой итог всем этим обновлениям, то могу отметить следующее, что сейчас все очень так жиденько по новым обновлениям, потому что компания Xiaomi готовится к выпуску HyperOS 2.0, ну и, соответственно, на глобальном рынке, особенно-то сейчас, они не видят никакого смысла нас заваливать новыми обновлениями, новыми фишками и всему тому подобному. Потому я думаю, что если до HyperOS 2.0 еще будут выходить какие-то обновления, они будут очень, такими, знаете, лаконичными, там, по типу патчек какой-нибудь, ну или же какие-то проблемки могут исправить. Опять же, обновление не кирпичит устройство, оно там в Bluetooth его не переводит, там Fastboot тоже не кидает, потому если оно вам пришло, вы можете смело на него обновляться. Ну а если у вас еще остались какие-то вопросы по обновлениям и смартфонам Xiaomi, смело пишите их в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.